на библейский портал экзегет пришел вопрос я часто сталкиваюсь с неблагодарностью в ответ на мои добрые дела почему так и как на это реагировать узнаете даже люди неверующие создали такую поговорку не делай добра и не получишь зла это о чем-то наверное говорит есть какой-то наверное закон в этом падшем грешном мире который позволяет вот этот закон вывести делаешь добро будь готов к тому что зло тебе отомстит мы делаем добро не для того чтобы получить здесь награду мы делаем добро не для того чтобы получить похвалу от людей мы делаем добро таким образом и это даже подчеркивается священном писании чтобы люди даже и не знали что мы это делаем если делаешь добро говорит господь то пусть твоя левая рука не знает что делает правая мы должны делать добро в тайне мы не должны трубить как лицемеры на всех перекрестках о том что я делаю добро конечно очень часто бывает в особенности это нашу информационную эпоху нашу информационную эру что людям просто приходится трубить о том что они делают добро вы прекрасно наверное знаете что есть разного рода благотворительные фонды например эти благотворительные фонды занимаются тем что реально действительно помогают людям и очень многим людям и конечно для такого рода помощи она не просто индивидуальная но бывает и достаточно большой массовой даже конечно для этого нужно то что называется рекламой а реклама в первую очередь опирается на конечно на дела какие-то если люди которые занимаются такой массовой благотворительностью не будут рекламировать свою деятельность если они не будут рассказывать о своих добрых делах то скорее всего поступление денежные в этот фонд в эту организацию благотворительную они будут либо совсем маленькие либо их вообще не будет поэтому конечно этим людям нужно ну вот рассказывать о своих добрых делах но тут конечно очень важна цель с какой целью мы рассказываем о своих добрых делах и в данном случае цель оправдывает эти средства то есть мы можем рассказывать для того чтобы получить еще больше и еще большим людям большему количеству людей помочь но в остальных случаях нужно конечно руководствует руководствоваться этим правилам которые дал нам сам господь чтобы правая рука не знала что делает левая и наоборот чтобы мы делали свое добро в тайне тихо не трубили это важно в первую очередь нам самим потому что нет ничего легче как превознестись в особенности если дела действительно добрые в особенности если дела действительно хорошие и это большая проблема тех людей которые занимаются благотворительностью они очень часто выглядят довольно смиренными но попробуй только затронь людей которые занимаются благотворительностью и скажи им что но не так уж это и важно то что вы делаете вот тогда можно получить в ответ очень резкую отповедь но даже и в том случае если вы занимаетесь благотворительностью такого широкого плана широкого профиля даже и в этом случае вам надо быть готовым получать в ответ на ваше добро зло таков закон нашего падшего мира вы должны прекрасно понимать что добро в этом мире она не побеждает добро в этом мире гонимо добро в этом мире это олицетворенный олицетворенное добро это христосом и если посмотреть на его путь здешний земной путь то это путь человека который потерял все в том числе и жизнь саму и мы должны идти по стопам христовым и должно быть готовым что точно так же как христос который принес только добро на землю был распят точно так же и все те люди которые делают добро также будут идти этим путем не заблуждайтесь братья мои говорит апостол всякие хотящие жить и благочестно о христе иисусе гоним будет и конечно в первую очередь гоним будет если старается делать добро так что в ответ на вопрос почему мы сталкиваемся с неблагодарностью в ответ на добрые дела ответ таков закон этого падшего мира делайте добро готовьтесь что зло будет вам мстить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео